Всем привет, меня зовут Оля Ермилова, и сегодня наш эфир будет очень интересным, и я бы сказала, одним из лучших, потому что сегодня я дам вам такую интересную практику, или даже такие интересные практики, которые действительно могут очень серьезно повлиять на вашу жизнь. Вообще сегодня я расскажу вам очень интересные вещи, не менее интересные, чем всегда, но мне даже кажется, что более. Поэтому постарайтесь, пожалуйста, выделить время для того, чтобы посмотреть этот эфир от начала и до конца, тем более время с нами проходит быстро. С нами, ну, я имею в виду себя и тех людей, которые смотрят, задают вопросы. Всячески это приветствую, поэтому welcome. Итак, пока у нас все-таки прямой эфир, несмотря на то, что большинство людей его смотрят в записи, я немножечко буквально потяну резину для того, чтобы больше людей подключилось, и, собственно, начну. Я сегодня не анонсировала тему, потому что думала, на самом деле, что бы вам такого более интересного рассказать, и решила, что этой техникой я хочу поделиться и вообще больше рассказать вам о программировании. Вообще, когда мы слышим что-то со словом программирование, нам это кажется с гипнозом, связано с чем-то таким плохим, что вот нас что-то будут заставлять делать. По сути, если это программирование оказывают другие люди, то так это и происходит. То есть, если вы будете работать с этим, а вы все время это делаете, сегодня я об этом вам расскажу, то вы будете программировать других людей, это действительно будет плохо. Плохо по той причине, что в большинстве своем, если мы говорим что-то другим людям, мы говорим это поучительно. Ну, взять, например, наших детей или наших родителей, все время учат жизни и тем самым программируют. У тебя ничего не получится. Таких, как ты, не берут замуж. Так делать, как ты, нельзя. Так себя не ведут хорошие девочки. Если ты хочешь, чтобы у тебя все в жизни было хорошо, слушай старших. По факту мы занимаемся с вами программированием постоянно, потому что, когда мы постоянно человеку о чем-то говорим, волей или неволей, он начинает в это верить, он начинает этим жить. Я все время говорю о программировании средств массовой информации. Если вы читаете какую-то газету или смотрите какой-то канал, а вы уже знаете, что каналы принадлежат разным людям. И, например, если мы говорим там о России, у них есть оппозиционный канал, а есть канал, где все время хвалят президента. И в зависимости от того, какой канал вы смотрите, вы, в общем-то, таким человеком и являетесь, ну, являетесь приверженцем его. И вы защищаете ту или другую схему. Программирование происходит и у нас, когда вы приходите, например, на тренировку и говорите, у меня не получается, или спорт это не для меня. Когда вы говорите, я никогда не могу пройти марафон от начала до конца, я никогда не выучу английский язык, это слишком сложно для меня. Мы постоянно с вами в течение своей жизни занимаемся программированием. Мы постоянно что-то повторяем, думаем. И если мы будем говорить с вами с позиции квантовой физики, а квантовая физика говорит о том, что все в мире есть энергия, каждый живой предмет, каждая мысль является энергией, то, естественно, что мы на энергетическом уровне рассказываем себе, почему нет. И когда мы видим вот эти истории про то, как очень толстый человек стал очень худым, все в шоке, его родители никогда не знали, что такими можно быть, вообще никто не знал. Или когда человек, например, во взрослом возрасте начинает чему-то учиться, тому, чему учат в детстве. Ну, например, человек в 30 лет, там, девушка говорит, да я никогда не смогу стать балериной, стать на пуанты, но это не для меня, но это надо только маленьким идти. Это стыдно, вот это стыдно, и тем самым человек себя программирует. Или, как вот моя дочь занимается бальными танцами, и тренер мне буквально рассказал историю о том, как мальчик, у которому порядка 10 лет, он стоял в окружении подружек своей мамы. И одна из них спросила, ты что, серьезно занимаешься бальными танцами? Он сказал, да. Она ему ответила, ну, это же вообще не мужское дело. Ну, ладно, каратэ, это для мальчика хорошо, а танцевать, и мальчик бросил бальные танцы. И вот прошло какое-то время, и он понял, что ему нравится танцевать, и попросил маму обратно привезти его на танцы. То есть, понимаете, вот это программирование, мы даже не, ну, мы это делаем вообще неосознанно, мы не понимаем этого. Но мы программируем себя и других людей на негатив. Очень часто мы сбиваем других людей, людей с пути своего, когда начинаем им рассказывать очень эмоционально, почему это плохо, почему это человеку не подходит, почему это не для него. Вы, например, наемный сотрудник, вы работаете, и ваша подружка решила открыть бизнес. Она совершенно другая, она живая, она эмоциональная, но она с вами дружит, у вас есть какие-то точки соприкосновения. И вот она говорит, я хочу открыть бизнес, а вы ей говорите, нет, не надо тебе этого делать, у тебя ничего не получится, я пробовал, это плохо. Вы как будто бы на самом деле делаете хорошее дело, но по факту вы ее программируете. Или когда, например, вот люди часто меня спрашивают, Ольга, а как вы вот относитесь к большой разнице в возрасте? Вот у вас с супругом большая разница в возрасте, ведь большая разница в возрасте это большие проблемы. Но я вам хочу сказать, что у меня были отношения со своими одногодками, и у меня было гораздо большее количество проблем с ними, нежели с моим супругом, у которого я на 20 лет старше. Поэтому вот эти вот страхи общие, которые в итоге рождаются и ложатся в убеждения, потому что любая такая программируемая история превращается в убеждение, что это плохо, и мы уже даже не знаем, почему это плохо, плохо ли это, что это означает. Но постоянное вот это убеждение у нас рождается, и мы ничего не можем с этим поделать. Как нам вообще с этим работать? Ну прежде всего я хочу, чтобы вы сейчас это осознали, что программирование это именно то, во что вы начинаете верить, плюс подключаетесь к этому эмоционально. То есть когда вы начинаете эмоционизировать по поводу каких-то мыслей. Вот программа, почему так происходит? Потому что есть такой один из законов разума гласит, что любая мысль, которая наполнена эмоцией, она притягивает к себе подобное. То есть в тот момент, когда вы подумали о чем-то очень классно или очень негативно, этого начинает становиться больше. И соответственно, когда этого много, вы же сами понимаете, что там, где больше сила, это нам больше и запоминается. И вот эти все программы, которые в нас запрограммированы про деньги, про то, что ты недостоин, про то, что ты страшная. Вот Виктория говорит, страшная ты, Ермилова. И мы, являясь маленькими людьми, еще не уверенными в себе, еще не понимающими, что вокруг много дураков, не знающих, что родители вообще не соображают очень часто, что они говорят. Хотя они нас очень любят, но они нам тоже говорят, да страшненькая ты у меня. Ну, я знаю таких родителей, благо, спасибо, мои такие не говорили, поэтому я сейчас Виктории не верю. А я знаю многих родителей, которые говорят, да, тебе с лица воду не пить, тебе надо хорошо учиться, потому что тебе мужик ничего не даст, замуж, тебя никто не возьмет. Ну, вот история такая. И человек программируется. Это не означает вообще, что это правда, потому что никто не может знать правду, кроме вас. Знаете почему? Потому что правду мы выбираем. В мире есть все, как в супермаркете, и мы выбираем с вами то, что мы хотим. Вот кто-то видит во всем ужас. Даже если сейчас вместо меня посадить, не знаю, мисс мира, бла-бла-бла, этот человек все равно будет страшный. Почему? Потому что внутри у того, кто видит страшное, внутри у этого человека все страшно, понимаете? Когда вот это же тоже такая история про то, что мы злые, тогда нас злят другие, когда в нас много злости. Мы не можем ничего свое поделать, мы фонтанируем этим. Вот у нас этого всего много, и мы это отдаем, мы ничего другого не замечаем. Мы не способны увидеть красоту в чем бы то ни было, в других людях. Поэтому нам так хочется менять других, нам плохо, и мы хотим, чтобы другие изменились. И вот это программирование отовсюду, такое есть масштабное, когда говорят, ты должен слушать, ты должен делать, ты должен, потому что нами все время пытаются управлять. И если говорить о средствах массовой информации, да, там, вспомните, как раньше Ленин, там, да, вот эти вот Брежнев, огромные лидеры, которые старались все в одной школьной форме, в одной, вот так вот все сидят. У меня был учитель по украинскому языку и литературе. Так он нас заставлял выкладывать не просто там учебник, тетрадку, а в определенном порядке. То есть сначала там дневник, потом тетрадка и сверху книга. И не дай бог, чтобы было наоборот. И рука должна была быть левая внизу, а правая сверху. И если было наоборот, то он ставил нам за это двойки. То есть вы должны понимать, что это наш пиздоватизм. Знаете, что с ним потом случилось? Он сошел с ума. Потом оказалось, что он гей. Это вообще для меня страшная была история, потому что я все равно любила очень этого учителя. Но когда я выпустилась со школы, и мы начали интересоваться, оказалось, что он сошел с ума. Он, простите меня, трахнул какого-то мальчика. И потом он умер, как бомж на мусорке. Для меня до сих пор вообще эта история, это надо было видеть того учителя с иголочки вечно. То есть нужно понимать, что вот это наше внутреннее, оно и как бы вибрирует постоянно. Поэтому вот это программирование, когда я хочу, чтобы кто-то был совершенен до идеаля, это моя на самом деле, мой прикол. Вы должны это понимать. И первый момент – это осознанность. Когда я понимаю, что меня сейчас программируют, когда мне говорят, да у тебя не получится, когда мне говорят, ты страшненькая, когда мне говорят, неважно, я понимаю, что человек хочет, чтобы я в это поверила. Он сейчас хочет испортить мне настроение, он сейчас вот хочет что-то со мной сделать. Когда вы этого не понимаете, вы начинаете мучиться и страдать. Вы не понимаете, что происходит, почему вам желают плохо, почему вы такой страшный на самом деле. Вы начинаете в это верить. Когда вы осознанны, вы тут же считываете, вы говорите, э, не программируй меня. Мы очень часто программируем своих детей вот этим выражением «не», и, кстати, себя тоже. Не упади, смотри, чтобы ты не попал в какую-то страшную историю, кушай аккуратно, а то, что? А то обляпаешься, и ребенок в этот момент обязательно обляпается. Помните, есть такая программа у многих, кстати. Я замечаю, что когда я надеваю новую вещь, я все время, вот первый раз, когда я надеваю, я ее должен повредить. Я себе такую программу сделала с детства, потому что однажды я просто порвала лосины, которые надела первый раз. Я села там, зацепилась за какой-то стульчик, боже, у меня внутри, вокруг меня, ребята, армагеддон, какой-то пески валят, я сижу в машине, мне прям стрёмно. Значит, и я один раз порвала эти лосины. И потом я сказала себе, блин, это, наверное, вот новая вещь всегда так будет. И я все время так делала, до тех пор, пока я уже не разобралась и как бы, ну, перестала себе такие программы делать и говорила уже совершенно другие вещи. Это называется программирование. Не упади, смотри, не носи с собой в школу, потому что у тебя в школе вечно что-то происходит. Говорит, добрая мама, вы думаете, я себя на этом не ловлю, да я уже устала себя отлавливать. У меня Ева там понесла, там, то принесла конфеты, все ее конфеты съели. Я говорю, а что ты хотела, принося в школу конфеты, что все будут на них смотреть и говорить, Ева, как тебе повезло, что у тебя так много конфет. И мне так и хочется ей сказать, Ева, у тебя все время в школе какая-то жопа, простите. Постоянно что-то с тобой происходит. Но я понимаю, что если я ей это скажу, она чудесненько это запомнит. И я создам ей программу, потому что ребенок очень к этому восприимчив. И чем меньше вы защищены уже своим внутренним опытом, своей харизмой, своим внутренним стержнем, тем более вы податливы. Именно от этого есть множество взрослых людей, на которых это производит сумасшедшее впечатление. Вот так вот кто-то бы сказал, ты страшненько, а там человек не спит сутками потом. Его потом в конвульсиях. А вот эта вот гадина сидит там вампиреныш, да, и такой, куда бы еще свое говнецо. Помните, как старуха Шапокляк? Надо, ну, когда его много, его же надо куда-нибудь отдать. Но эфир будет сильно круче, чем я вам сейчас рассказываю. Я вам расскажу очень крутые техники, на самом-то деле. Я сегодня записала и поделилась ими с рерайтовцами, но я вам тоже их расскажу. Потому что это очень круто. Потому что я расскажу вам, как себя программировать мега круто. Просто супер круто. Я вообще забыла об этой технике, честно признаюсь. Но сейчас вспомнила, и она просто крутейшая. Но перед тем, как я вам это расскажу, я вам еще всего одно рассказываю, чтобы вы очень четко усвоили. Итак, программирование – это любые фразы, которые мы проговариваем эмоционально себе или другим людям. Заметьте, какую интересную вещь. Если мы говорим плохое, и это так на нас воздействует, внимание, вопрос, а если бы мы говорили хорошее, это бы тоже программировало нас? Да? Да? Ответ фантастически удивителен. Да, точно так же, как вообще пофиг нашей энергии. Выбираете вы плохое или хорошее, вот какую вот вы волну радио выберете. И вообще все равно, она даст вам то, что вы выберете. То же самое заключается и в программировании. Вы можете программировать, у тебя ничего не получится, а можете программировать, у тебя прекрасно все получается. Ты очень талантливая девочка, и у тебя непременно получится. Мама, меня сегодня обидели. Ты говоришь, нет, мое солнышко, это ты сегодня обиделась, ты замечательная девочка, и в следующий раз обязательно найдешь возможность решить эту задачу. Все, мама, мне не дается этот английский. Нет, солнышко, тебе прекрасно даются языки, ты очень талантливая, как будет кошка? Кэт, вот видишь, ты прекрасно изучаешь языки, они тебе даются очень быстро и легко. Вы всегда можете рассказать, если это дети, вы всегда можете рассказать какую-то историю личного характера. Вот, например, сегодня мы идем буквально с Евой, и я ее вела на танцы. И она иногда там волнуется в какие-то моменты и говорит, ну, мама, у меня слезы сами льются, я не знаю, что делать. Я ей говорю, слушай, рассказать тебе секретную технику. Она говорит, секретную? Она говорит, да, я ее делала с первого класса. И, кстати, это правда, немножечко приукрашенная. Она говорит, расскажи. Я говорю, смотри, как только ты захочешь заплакать, ты, говорю, поднимаешь голову и смотришь на потолок. Первое. Твои слезы в этот момент не могут выкатиться. Второе. Ты внимательно смотришь на потолок и проговариваешь три раза волшебную фразу. Запомнишь? Запомни. Я очень счастливая девочка. Я очень счастливая девочка. Я очень счастливая девочка. Опускаешь глаза, слез нет. И плакать больше тебе не хочется. Ты запомнила? Запомнила. Поверьте мне, что именно так и будет. Дети очень восприимчивы. Не зря стоит вам один раз сказать про бабайку, который придет и укусит, если ты сделаешь что-то не так, и ребенок никогда не останется спать в комнате один, потому что он очень хорошо это запомнит. Вы можете программировать себя, своих детей, своего мужчину. Я самая лучшая женщина. Тебе со мной повезло. Другой такой нет. Только со мной у тебя будет такой секс. Ну, можно быть более жесткой девочкой. Ну, сказать, чего у него не будет без вас. Вот ты никогда не сможешь другую. Каждый раз, когда ты об этом подумаешь, у тебя будет все опускаться. Добрые девочки, вы можете это тоже делать. Ну, вот знаете, в каких-то таких ситуациях, когда мужчина начинает выкобеливаться, ты ему такой раз, один раз сказала, второй раз сказала, третий раз сказала. Поверьте мне, работает прекрасно. Вот эти программы в нас закладываются. Точно так же, как мама мне однажды сказала. Если ты будешь курить, ты, у тебя очень быстро состарится кожа. Ты будешь, как тетя и назвала имя подружки. Мне было 12, тете было 45, но я сразу представила себя в 12 этой тете. Я ни разу не взяла сигарету. Никогда я не пробовала сигарету. Потому что всякий раз я представляла себе эту гребаную тетю. Поэтому вот вы должны понимать, насколько сильно на нас это воздействует. Почему опасно смотреть новости? Да потому что программирование идет постоянно. Если что, это дождь. Программирование идет постоянно. Вам говорят, если вы не будете носить маски, вы все нахрен умрете. Если вы выйдете из дома, будет вам смерть. И если вы, и вы сидите, это смотрите, потом вам показали гробы, скорые помощи, что-то еще. И все, твоя голова напугана напрочь. Вы вообще боитесь уже дышать. Вы уже там таритесь макаронами, вот, да, или уже готовитесь умереть. Помните историю про конец света? Люди реально строили бункеры. Реально строили бункеры. Хотя, если вы люди чуть-чуть просветленные уже, то вы должны понимать, о каком конце света говорила Ванга, которая это предсказывала. Действительно, с этого года, когда она об этом сказала, я уже не помню, какой это был год, пошли серьезнейшие изменения. И тот свет, мир, который был, его уже нет. Посмотрите, как сильно все меняется. И если вы чуть-чуть меня слушали, то вы знаете про вибрации земли, там, про все дела, про то, что все сильно меняется. Вот о каком свете она говорила. У нас все в ящике. В ящике, в бункеры. Эх, ну, блин, если все сдохнут, что толку сидеть в том бункере с этими консервами? Да я вас умоляю. Ну, о чем вообще речь идет? Люди такие странные. Главное, выжить. Зачем? Вот. Поэтому вот это программирование, оно происходит... Боже, 2012 год, да, представляете, вообще как время летит. Оно происходит постоянно. Вы должны это осознавать. Дети вас тоже программируют. Ева у меня вообще конкретный такой программный директор. Она, например, подходит и говорит мне, «Мама, мне на день рождения нужен 11-й Макс Про». За день она подходит раз 12 с этой фразой. И она это делает уже на протяжении трех месяцев. То есть, или как это было с «Хочу собачка». Она подбирала песни, где было «Хочу собаку». Она писала на каждой открытке, которую мне дарила, по любому поводу «Хочу собаку». Она проговаривала это, когда видела каждую собачку. И в итоге я сказала мужу «Я хочу собаку». Она запрограммировала меня на мое желание, то, что я хочу эту собаку. Ева потрясающий такой программный директор. О, по-моему, конец цвета наступает. Здорово. Что-нибудь новенькое будет, значит. Эй. Итак, давайте поехали дальше. Значит, я вам хочу сейчас рассказать классную технику, которую вы можете, которая также заключается в программировании себя. Мне кажется, что я вам уже... Вы слышите вообще меня? Или один дождь? Мне кажется, что я вам уже много рассказала по поводу того, чтобы поверить. Меня слышно, люблю. Мне кажется, я много вам рассказала по поводу того, чтобы вы могли поверить, что действительно это программирование работает, что все происходит. И сейчас я вам хочу рассказать очень интересные вещи. У каждого из нас есть такие в жизни действия, ситуации или события, которые постоянно повторяются. Например, у вас может быть какой-то человек, который постоянно... Ну, например, если вы находитесь на работе или там где-то, или может быть ваш ребенок, который там часто зовет вас по имени, или который там часто говорит слово «паразит», или который часто чихает, неважно. У вас наверняка есть телефон, это точно, который вы постоянно берете в руки. По утрам девочки точно или моют себе волосы каждый день, или мажутся кремом каждый день, или пьют кофе. У нас есть миллиард таких действий. Мы можем запрограммировать и установить в себе программу, которая будет связана с действием. Почему? Потому что таким образом наш компьютер, наш мозг будет сильнее подключен и вовлечен не только мысленно, но еще и физически. Например, когда я мажу себя утром кремом, я говорю себе, всякий раз, когда я намазываю свое лицо кремом, я молодею. Или когда, например, у меня лежит телефон, и я часто его подношу, я программирую его и говорю, всякий раз, когда я беру в руки телефон, ко мне приходят деньги. Или я говорю себе, всякий раз, когда я выпиваю чашку кофе, я стройнею. Или всякий раз, когда я пью воду, мой организм оздоравливается. Вы можете установить количество вот этих программируемых вещей столько, сколько вы сможете запомнить. Самым главным моментом является то, чтобы у вас это выработалось и стало постоянной вашей привычкой. То есть на постоянку. такое вот действие на автомате, когда эти мысли проигрываются у вас в голове, вне зависимости от того, там, вы вспомнили об этом или не вспомнили. Это очень хорошо делается через медитацию, когда вы делаете это на альфа-уровне, то есть вы программируете, как это делается. Вы закрываете глаза, вы расслабляетесь, кто немножко медитирует, тот понимает сейчас, о чем я. И затем вы представляете изначально мысленно, что у вас есть телефон, что он пикнул, там, например, вы берете его в руки и вы проговариваете. Всякий раз, когда я беру телефон, ко мне приходят деньги, например. И вы это проувидели, эту картину, все поблагодарили, вышли из медитации и начали изначально фокусироваться на вот этой истории, которая происходит. То есть всякий раз, когда у вас звонит телефон, вы берете телефон, у вас в голове будет эта мысль всплывать, вы будете ее проговаривать. Будут какие-то ситуации, когда вы будете, возможно, это пропускать, но затем у вас выработается привычка. И вот это будет ваша программная установка. Что происходит? Происходит то, что вы создаете новую энергетическую паутину, энергетическую вибрацию. Помните, не споткнись, и он обязательно спотыкается, потому что эта программа установлена. Чем чаще вы будете это повторять, тем скорее эта мысль обретет форму. Форму в реальном мире, потому что наши мысли обретают форму в реальном мире. И вы сможете увидеть уже какой-то результат. Вы начнете замечать, что ваш крем стал работать лучше, потому что вы действительно стали лучше выглядеть. Вы начнете замечать, что к вам приходит больше денег, или вы начнете замечать, вы можете это делать на конкретный орган, например, у вас там болит, я не знаю, почка, ну, стерто-стерто. Что-то вас беспокоит. Вы говорите, всякий раз, когда я выпиваю воду, моя почка становится более здоровой, или оздоравливается, или там из нее выходит меленький песочек, или песочек дробится, или камушки дробятся. В зависимости от того, что у вас есть, подойдите к этому вопросу творчеству, привяжите физическое действие с какой-то установкой ментальной, которую вы сделаете, и вы увидите, что это будет очень и очень интересно с вами быть. Вообще, на самом-то деле, нужно научиться... Как вам техника, кстати, давайте, а то я тут говорю... Ой, я пока хоть глазик потешу, сейчас как будто буду видеть. Воздух не хочется. Вы слышали мои техники? Вау! Вы пока будете писать, я буду говорить, потому что чуть-чуть задержка идет, эффект. На самом-то деле, мы должны понимать самое главное, что наши мысли – это не просто мысли, наши слова – это не просто слова. Мы действительно с вами постоянно плетем энергетическую паутинку. И когда мы начинаем относиться к этому ответственно, когда мы начинаем подбирать свои мысли, когда мы начинаем фильтровать их, и понимать, что в зависимости от того, в каком настроении, состоянии я буду, и что я сейчас произнесу, будет мой завтрашний и послезавтрашний день, поверьте, это очень сильно начинает нас драйвить и очень сильно на нас влияет. В любом случае, практиковать, безусловно, нужно. Вообще, вы должны понимать, что ценность знаний как таковых вообще равна нулю сегодня. Сегодня знаний очень много, и в этом и есть проблема, потому что раньше мы вообще об этом не знали, и когда мы что-то узнавали, мы каждому передавали эту информацию, мы делились. Сегодня поток информации настолько велик, что мы, даже когда его слышим, половину тут же забываем. То есть, если мы не начинаем это внедрять, то ничего не происходит. Здесь очень важно, как внедрять, спрашивают часто, очень важно принять решение. Мы каждый раз, когда получаем какую-то информацию, мы ее для себя откладываем в какой-то внутренний отсек. Например, интересно, неинтересно. Окей, если интересно, там написано, интересно настолько, что начинаю действовать прямо сейчас, это то, что мне нужно. Это прикольная информация, я подумаю о ней позже. Интересно, но я не готов ничего делать. Интересно, но я уже забыл, что это было. Таких контейнеров у нас внутри много. И вот когда к нам попадает информация, которая сегодня как бы с нашей болью, это то же самое, как и бизнес построен. Когда сегодня мне нужны срочно туфли черные со стразами, я их увидела, я их покупаю. Если вы мне будете просто показывать черные туфли со стразами, и я не знаю, куда их надеть, у меня такой боли нету. Поэтому здесь очень важный момент, вот насколько у вас резонирует. Вот я, например, сейчас рассказываю о том, что я прохожу марафон по разбору гардероба. И таких марафонов я миллион слышала, видела, мне стилисты предлагали прийти ко мне домой, да я в любой момент это можно сделать, но как-то все было не к тому. И тут моя подруга говорит мне, Оля, у меня есть марафон такой-то, вот, значит, стартует в понедельник. Хочешь? Я говорю, хочу. Потому что уже давно ходила, и вот, ну, ходила вокруг вот этого вопроса, блин, надо это все разобрать, как-то надо понять, я же это не нашу, а что я нашу, а какой я хочу быть? И я схватилась за это. Первая моя мысль, ёпсель, у тебя времени вообще не хватает, у тебя куча всяких дел. Я себе сказала, стоп, у меня времени хватает на все, давай разберемся с тем, что такое одежда. Я начала разбираться, что такое одежда. Я подумала, блин, для меня одежда это кайф, потому что, когда я зарабатываю деньги, одно из всегда моих желанных действий есть пойти и купить себе что-то красивое. Ну, вы понимаете, да? Соответственно, я много времени трачу на работу для того, чтобы львиную часть того, что я заработаю, пойти и что-то купить, порадоваться на шопинге. В итоге я заношу это в гардеробную комнату, и у меня нет времени это все разобрать. Понимаете, какая глупая ситуация? И когда я с собой поговорила, когда я себе это объяснила, когда я поняла, что мне пора это сделать, потому что я очень сильно изменилась, потому что у меня очень много вещей, которых я не ношу. Но, тем не менее, я вижу склады этой одежды, и мне кажется, ну что мне еще купить? Я даже не понимаю, что мне купить, потому что мне кажется, что у меня все есть. А по факту нет, потому что я не ношу, потому что каждая вещь хранит какую-то эпоху для меня, какое-то событие. Я другая, я больше не хочу быть в этой эпохе, я хочу в другую эпоху. Это для кого-то эта вещь ничего не значит, кроме того, что ей кто-то обладал. А для меня она значит, с кем я в этот момент встречалась, где я выступала, или там, ну, очень много всего. И я сказала, это важно, это важно. И я нашла на это время, и я стала это проходить. И я вот сейчас три занятия прошла, сегодня даже Яна ко мне домой приехала. И у меня ещё этот этап продолжается, он сильно много времени занял. Но я счастлива, потому что я понимаю, я чувствую, слышу свою интуицию, моё тело ликует, а тело всегда подсказывает, тем вы заняты или нет. Я понимаю, что это не просто обновление гардероба, чистка, это обновление моей энергии, это высвобождение новой меня, это понимание того, как бы завершения моей трансформации, понимаете, не только внутренней, но и внешней. Поэтому на все вещи можно смотреть по-разному. И когда мы какую-то информацию получаем в виде этого марафона, у нас типа вот он куда-то фильтруется. Поэтому и вы, вы говорите, да, там, надо сделать. Вот будете ли вы это делать или нет, точно так же, как люди попадают на мой марафон «Рерайтер жизни» или не попадают, зависит от того, на какой стадии вы сегодня находитесь. Если вы понимаете, что я хочу изменить свою жизнь, что мне не нравится то, что сейчас есть, что я готов к другому этапу, что я хочу узнать, как это по-другому, я готов взять ответственность за свои мысли, потому что я понимаю, что мои мысли и создают мою реальность. Я хочу этому научиться, ёпсель, если это возможно, то почему нет? И тогда вам это резонирует, и тогда вы приходите, и тогда у вас классные результаты, и тогда вы меняетесь, и тогда у вас сильно меньше откатов. А если из серии того, что, ну ладно, пойду посмотрю, что там это Ермилова, там все туда что-то идут, и вот вы приходите, и у вас уже отвращение и негатив, вы уже как бы настроены, и вы начинаете. У вас там ошибка в слове, значит, там видео не так снято, в чате много сильно люди разговаривают, вы пришли, потому что вы настроены это искать. Я сегодня, кстати, делала упражнение утром, там размышляла на одну тему, и я поняла, что такая есть очень классная взаимосвязь. Наши мысли, да, они создают нашу энергетическую вибрацию, которая, в свою очередь, притягивает к нам какие-то ситуации, обстоятельства. То есть если вы в плохом настроении, у вас всегда что-то происходит плохо, а если вы в хорошем, как правило, хорошее. Ну вот это так, кратко. И я подумала о том, что такое вот есть наши мысли, да, как это происходит. Вот представьте себе, что вам дали задание искать, ну как наш мозг находит хорошее или плохое. Представьте себе, что вам дали задание осознанно найти всё, что есть на улице красного, жёлтого и зелёного цветов. Вы их ищите. Если я вас прошу, было ли что-то оранжевое или коричневое, вы мне не ответите, потому что вы, скорее всего, не вспомните. Потому что у вас есть задание красное, жёлтое и синее. И вы ищете именно это. То же самое происходит и с мозгом. Когда у вас есть задание на позитив, задание для себя, вы понимаете, что если я сейчас найду плохое, то у меня будет плохо, я должен срочно искать хорошо. Тогда вы это и находите. Когда вы это находите, у вас это приумножается, потому что всё, что вы нашли, красное, жёлтое и синее, притягивает ещё больше красного, жёлтого и синего. Понимаете? Вот так это происходит. Всё очень понятно. И когда вы чуть-чуть начинаете об этом думать, размышлять, вы сами это прекрасно понимаете. Поэтому действительно важно находить то, что сегодня вас дёргает. А если вы видите, что вы находите, но начинаете в этом находить негатив, это очень хорошо будет, если вы осознанный, и вы скажете себе, «Так, а почему меня это так раздражает? А что в этом меня так сильно колбасит? Почему меня это так злит?» Я недавно так очень остро подорвалась на мине. Я взорвалась буквально на детских соревнованиях. У меня была истерика. Я была в шоке, потому что я как будто бы вышла из своего тела, смотрела за собой. Я плакала сильно. У меня была очень сильная истерика. У меня был скандал с детьми. То есть я наехала на детей. И когда я после стала разбирать эту ситуацию и задавать себе вопрос, что такое случилось, что меня перемкнуло. Я же вообще вроде бы не такая. Я поняла, нашла причину. Я поняла, как долго это накапливалось во мне, что конкретно в этой ситуации произошло. И ключевое, я задала себе вопрос. Как мне изменить этих людей? А что я могу сделать, чтобы больше себя так не чувствовать? Не что мне с ними сделать? Что им сказать, чтобы они сделали? А что я могу сделать? Помните всегда об этом, вам будет сильно проще. Вы и только вы управляете своей жизнью вне зависимости от того, в каких обстоятельствах вы находитесь. Если у вас деньги, там не имеет значения. Вы. Когда я становлюсь как водитель, я беру штурвал, в данном случае руль, в свои руки и говорю, да, везде Армагеддон, везде что-то. Мне надо принять сейчас решение, что делать. Я. Я. Вот не забывайте, что никакие учителя, тренеры, наставники, родители, бабушки, мужья, жены, это всё здорово. Но вы единственный, кто в результате будет отвечать. Единственный. Что бы это ни было, подстричь волосы или не подстричь, это ваши волосы. Жить с этим мужиком или там женщиной или не жить, это ваше. Делать это своему ребёнку или не делать, это ваше решение. Вот вы всегда должны понимать, что всегда вот этот фокус того, что вы принимаете, он всегда должен быть у вас. Не перекладывайте эту ответственность. Людям вообще всё равно, что вам ответить. Людям всё равно. Когда вы начинаете, например, пытаться других людей изменить, вы всегда будете для этих людей, как это правильно назвать, диктатором. Вы всегда будете в плохой позиции, это первое. Второе. Какое право вы имеете менять других людей? Помните, позволь себе быть собой, а другому быть другим. Запомните или сделайте себе татуировку. Вы можете менять сами, меняться сами, но вы не можете менять других людей. Не имеете права. Другие люди чаще всего, если у вас есть между вами связь, сами хотят поменяться и готовы это сделать, потому что они вами дорожат. Помните, как, например, я не знаю, там, ваш муж любит посмотреть футбол, и что бы он хочет, чтобы вы ходили с ним, а вы не любите этого делать. Но в какой-то момент вы думаете, ну что, мне сложно сходить с ним на футбол, да я умоляю, ну просто пойду, буду там смотреть, там, не знаю, трусы мальчиков, смотреть, там, шнурки их рассматривать, там, не знаю, считать количество людей на трибунах. Ну, то есть вопрос в том, что либо, как бы, нет, либо у вас принципиальная позиция, значит, вы разные люди, расходитесь. Важно понимать этот момент. Вот, поэтому я всё время себе об этом напоминаю, и в любой ситуации, которая происходит, я всегда анализирую, что произошло, почему меня это взволновало, почему меня это подорвало, и что я могу сделать для того, чтобы больше я в такие ситуации не попадала. Потому что менять всю систему, ну, бред какой-то. Люди любят менять всю систему, потому что это некая война. Люди любят играть в войну, потому что война – это то, что никогда не заканчивается, понимаете. На самом-то деле война – это то, что никогда не заканчивается. И здесь можно сказать, ну, мы воюем. Вот посмотрите на Украину, да, этот Донбасс. Ну, очень, на самом деле, негативная история, которая не заканчивается. Каждый день в новостях, где-то, когда я включаю радио, я слышу, сколько людей ранено и сколько убит, и это уже всё длится. И уже никто не знает, есть-то война или нет той войны, но она не заканчивается, потому что она кому-то нужна. Поэтому не входите в это состояние постоянной отдачи энергии этой войны, потому что эта война не где воюют за вас, это война, где вы сами всё время воюете. Оно вам надо. Жизнь сильно прекраснее, чем это делать. Вот, в общем-то, и всё. Так, что вам дальше ещё рассказать по этому поводу? Ну, поэтому, возвращаясь, да, подытожим. Подытожим в том, что, безусловно, действие очень важно. И сколько бы техник мы с вами не изучали, сколько бы я вам всего не рассказывала, вам необходимо действовать. Но вы начнёте это делать тогда, когда вы будете к этому готовы, когда в вашей жизни случится какая-то ситуация, это не обязательно должно быть плохое, я вас на это не программирую, просто что-то бывает внутри произойдёт, когда ты понимаешь, я готов, я хочу. Это очень и очень-очень важно. Я вообще никому не желаю, чтобы с ним, знаете, случалось что-то плохое, потому что, ну, вообще я как-то против вот этого всего плохого, мне кажется, в жизни так много хорошего. Я эгоистична, я точно знаю, что если вокруг меня будут люди, которым хорошо, мне будет ещё лучше. Вот, поэтому как эгоист я всегда намереваюсь сделать так, чтобы каким-то образом другим людям тоже было хорошо рядом со мной. Мне кажется, это очень важно. Итак, если у вас есть какие-то вопросы, вы знаете, что я когда разговариваю, все, конечно, слушают, кушают, ковыряются в носу или ещё о чём-то. Сейчас ножки перелистнуло. Даже Армагеддон, кстати, закончился, пока мы тут с вами сидели. Но, тем не менее, я готова поотвечать на ваши вопросы в том числе. Значит, конечно же, сколько у нас там времени? Конечно же, я, безусловно, приглашаю вас всех на рерайтер жизни, пока вы пишете мне вопросы. Хотя мне кажется, что большинство людей, которые смотрят эфиры, они уже рерайтовцы, потому что рерайтер, знаете, впервые в моей жизни, я вам честно признаюсь, то, чем я занимаюсь, является конкретной, не то что частью моей жизни, а образом моей жизни. Я вам даже скажу больше. Сейчас у меня закончится эфир, а у ребёнка ещё будет индив длиться, потому что я её привезла на индив для того, чтобы провести вам эфир. И у меня с собой моя тетрадь рабочая, которую я вот веду, чтобы вы просто понимали, что я всё от руки пишу, вот, и которую я буду сейчас писать в машине, потому что я нашла для этого время, вот изначально утром выкроила, понимала, где и когда я буду, чтобы время у меня всё плодотворненько было. И это действительно очень крутая работа, ежедневная над собой. Это очень интересная работа. Это работа, которая даёт лучшие результаты, потому что это результаты, которые называются твоя жизнь. Вот, это даже не работа над своей внешностью и не над тем, чтобы выучить английский язык или ещё что-нибудь. Это работа постоянно над своей реальностью, потому что наша реальность управляется вот здесь. Я сегодня тоже делала упражнение и вспомнила о том, как ещё какое-то время назад я постоянно предполагала, что я реагирую на внешний мир, что мир всегда – это твоя реакция на него постоянная, то есть он тебе что-нибудь подсунул, ты его типа «эх!» Он там, знаете, как компьютерная игра, всё время вылазит какая-то какашка, и ты её всё время пытаешься, значит, заткнуть каким-то образом. И только когда я осознала, что всё наоборот идёт, что ты вот здесь себе проектируешь что-то, очень нравится это выражение «мыслеформа». Когда у тебя твоя мысль, она преображается в форму. То есть всё наоборот. Вот это творит вот это. И я сегодня ещё не буду вам хвастаться, потому что у нас есть очень большое достижение, крутое, которое произошло. Некоторые люди меня поймут, когда я об этом достижении расскажу. Но это произошло. Хотя многие люди не верили в то, что это произойдёт, но это произошло в очередной раз. И буквально каждый день в моей жизни, в жизни рерайтовцев, потому что делятся, всё время пишут в чате, происходят какие-то такие чудеса. И многие люди говорят о том, что, блин, я не знаю, это рерайтер или не рерайтер, но это вдруг произошло. Я говорю, да нет, это не рерайтер, это просто случайность. И пусть эти случайности у нас случаются постоянно. Поэтому мы, рерайтовцы, это те люди, которые умеют, чтобы случайностей было много, и все они были приятны. Это мега классно. Это такое, знаете, рерайтер жизни, это не просто там марафон. Это такая внутренняя, когда ты учишься себя внутренне наполнять. И что самое классное, мне кажется, у нас такая вакцинация надолго. То есть для многих эта вакцина станет, я пока не могу утверждать, что она на всю жизнь, потому что у нас ещё нет такого опыта, но по крайней мере на полгода уже точно есть. И я вижу, что чем больше ты начинаешь этим жить, тем больше оно тебя захватывает. Но ты понимаешь, насколько это круто, потому что твоя реальность реально изменяется. Это реальность реально. Вот мысли твои обретают форму, и это супер, наверное, самое ценное и важное. Плюс я, например, у меня есть такие пороки. Или были, или есть. Ну, первое, я не сдержана, я эмоциональна. Я, ну, пороки, давайте так, особенности. Не сдержаны, эмоциональны, нетерпеливо. Ну, пожалуй, остановимся на этих. Во всём остальном я идеальна. И я замечаю, как я научилась с этим жить. Я научилась благодаря рерайтеру жизни, и благодаря практикам, которые я делаю, да, потому что когда я говорю рерайтер жизни, я подразумеваю практики, я понимаю, что я стала гораздо более мягкой, такой эластичной, податливой, в хорошем смысле этого слова. То есть я так, знаете, мобильно, что ли. Мне стало легче жить, потому что когда ты, вот у тебя только чёрное и белое, и всё жёстко, очень непросто жить, ты всё воспринимаешь ту-ту-ту-ту-ту. А сейчас я стала гораздо более такой эластичной, и мне это придаёт силу. Мне это даёт возможность балансировать, ощущать кайф от этого баланса. Знаете, вот как у детей есть эти лизуны, они растягивают и кайфуют. Вот я тоже начинаю это понимать. Поэтому это круто. Работа над собой всегда даёт результаты. Это лучшая работа, которая может быть, и она захватывает. И не наступает такого момента, когда ты думаешь, что нет, всё, забью на это. Ты не хочешь на это забивать, потому что ты видишь, что твоя жизнь постоянно меняется. Ты думаешь, ну это как выбросить лампу с Джином, знаете. Типа, да нафиг ты мне нужен, я уже научился. Нет, такого не происходит. Так, вижу, что вы тут пишите. Рерайтовец, есть у вас экспресс-метод, как восстановить своё состояние в ресурсное? Я вам скажу так, что всё зависит от вашей прокаченности. То есть, когда вы уже становитесь прокаченным человеком, вы очень быстро можете энергию, какой бы она ни была у вас сейчас негативной, перерабатывать её в позитивную очень быстро. Но если вы не натренированный человек, то нет. Это как у вас есть метод, как быстро сесть на шпагат. Ну есть, но вы порвётесь. Поэтому если вы уже прокачиваетесь, то я думаю, что вы к скорому времени к этому дойдёте и придёте. То есть, есть некий процесс. Если вы этого не делаете, и вы вообще ещё ноль, то начните этот путь, и вы научитесь это делать. Так, в октябрьском потоке, июньский, мы хорошие. Я ещё не рерайтер, пока не работаю, но при первой возможности с вами. Здорово. Настрой на отношения с определённым человеком, мужчиной. Как делать? Или это воздействие на волю другого? Абсолютно. Это воздействие на волю другого человека. Вы можете себе представлять отношения, которые бы вы хотели, образ мужчины, но работать над собой. Я притягательна для него. Я притягиваю такого мужчину, но не в контексте того, что иди-ка ты сюда, ко мне ты будешь мой. Такие программы есть, и существуют даже такие жёсткие методы. Немножко их изучала, но вы должны понимать, что есть тут эффект бумеранга. И, как правило, когда мы заставляем другого человека на таком уровне, это называются тонкие уровни наши, когда мы заставляем его делать, мы затем идёт какая-то плата в виде нашего здоровья, нашей удачи. То есть всё равно в мире есть вот этот закон относительности. То есть есть одна, вторая, вот какая-то такой баланс, балансировка должна быть. Поэтому не посягайте на чужое, не лезьте в тонкие миры туда, куда нам лезть не надо. Просто не надо. Вы имеете право распоряжаться собой так, как вы захотите, но волей другого человека нет. Поэтому станьте притягательной для него. Ну, или не для него, может, тогда, когда вы станете притягательной, и настолько вы кого-то другого захотите. Вот вы можете программировать образ, вы можете программировать себя, что вы нравитесь такому типажу мужчин, что там всё можете. Но конкретно человека не рекомендую. Так, только когда я систематически будет работать, можно совмещать и думать не об одной цели. Сейчас сложно ответить на ваш вопрос. Конечно, можно думать не об одной цели, но должна быть системно всё равно понимание. Когда вы начинаете, вот на рерайтере жизни мы плотно изучаем, ну как плотно, потихонечку, да, потихонечку, но плотно, каждый день. Изучаем, не только пишем книгу, но изучаем наш разум и вообще как построено наше мышление. В этом случае вы начинаете понимать, чего, когда, сколько можно. Потому что, безусловно, мы работаем над разными целями, ну как целями, над развитием в разных спектрах, но они всё равно у нас взаимосвязаны. Всё равно самым глобальным идёт, понимаете, это не история про то, что мы работаем над конкретной целью. Идёт изменение вашего мышления в целом, вашей энергетической вибрации. Вы, когда это делаете, вы автоматически начинаете получать другую реальность. Это вот, если вы смотрели мой эфир про вагончики, это когда ты садишься в другой вагончик на другую железную дорогу. То есть там не только что-то одно другое, там, в принципе, всё другое. Потому что это другая среда, это как зима и лето, ну там и одежда другая, еда другая, да, там обстановочка другая, цвет листика в другой, так и здесь. То есть я не особо, ну не то что верю, но я не увлекаюсь тем, чтобы вот какой-то одной цели сосредоточиться. Ну нет, я знаю, что, например, тело, если ты меняешь руки, качаешь, то у тебя спина изменится, там, талия изменится. Мы взаимосвязаны, мы едины, нужно это понимать. Мы едины. Почему, например, сейчас люди вынуждены меняться? Потому что мы едины со всей Вселенной. А у нас, представьте себе, кора земного шара имеет уже другую частоту излучения и вибраций. А мы с вами являемся частью этой энергии, поэтому и мы меняемся, поэтому и мы это ощущаем, поэтому мы ощущаем эти магнетические бури, эти все ретроградные Меркурии, потому что мы часть, мы часть, мы не отдельные какие-то люди. Поэтому изменения — это всегда такая вот конкретная часть. Важно меняться в целом. Тогда всё остальное, естественно, меняется. Если вы, например, меняетесь, начинаете по-другому мыслить, вы смотрите, что, например, вам работа может ваша не нравиться, вы понимаете, что вы не этим хотите заниматься, соответственно, меняется ваше окружение, а в этом контексте может поменяться ваш парень, потому что раньше вы с ним вместе были на работе, а теперь нет. То есть изменения идут глобальные. Так, работа над собой супер, замечательно. Упражнение, которое вы говорили, нужно вслух проговаривать или можно мысленно? Можно мысленно, мысленно. Вы должны понимать, что вообще нашему мозгу вообще всё равно. Он вообще не отличает, что мы проговариваем в реальной жизни, например, или что мы проговариваем, то есть мы вот, например, едем с вами в реальной жизни, и вы понимаете, я еду там за рулём Порше. Когда вы закрываете глаза, вы можете себе представить, что вы едете за рулём, я не знаю, там, ну я надеюсь, не Ланус, а там ещё чего-то покруче, вот там Бентли за рулём. И ваш мозг выдаёт излучение, что тогда, что сейчас, и они одинаковые в контексте того, что он верит и одному, и другому. То есть ему всё равно, почему медитация очень сильная штука. Потому что тело ваше может не находиться где-то, где вы желаете, а ваша ментально, как бы ваша энергия будет находиться именно там. Мы с вами можем перемещаться, мы с вами можем даже перемещаться в прошлое, например, мысленно, в какую-то ситуацию, в которой вас очень сильно, там, не знаю, вы поссорились. И вы можете проигрывать эту ситуацию по-другому, где она закончилась хорошо, и возвращаться. И когда вы это будете делать, вы будете видеть, что, например, ситуация вдруг каким-то образом гораздо легче решается. У меня даже бывали такие случаи, когда, например, мне в чём-то отказывали, я делала эту практику, потом мне звонили и говорили, «Ой, вы знаете, мы всё-таки решили с вами». Вот, бывали даже такие штуки, у меня был магазин, я очень хотела, мечтала там об одной кофточке долго и ждала сейла. Несколько лет назад это было. И я очень сильно хотела. Короче, я пришла покупать вещи, и мне говорят, а её купили. Я так расстроилась сильно, думаю, вот, блин, она ещё там вчера висела. И пока я мерилась, мне приносят примерочную эту кофту. И говорят, «Вы не поверите, но только что девушка, которая её купила, типа, пришла, её и вернула, она не подошла и по размеру». Такие штуки тоже бывают. Так, очень жду тебя на новом Порше. Да, я тоже себя жду на новом Порше. У меня уже на всех заставках есть, и честно вам признаюсь, я к нему зрею. Но я уже говорила о том, что мы приняли решение, что мы разрастаемся органически и покупаем машину не из серии того, что мы все деньги на неё откладываем и себя всего лишаем, а покупаем её достаточно органически для того, чтобы мы не испытывали каких-то неудобств. Потому что сейчас у нас по плану один отдых, второй отдых, много всяких покупок, развития. Мы очень много вкладываемся в рерайтер. У нас вот сейчас будет обновление, у нас суперклассный новый кабинет открывается, выливается для наших рерайтеров, чтобы теперь там всё будет очень удобно, очень круто. Мы всё время работаем над тем, чтобы этот марафон был не только информативным, но ещё и удобен, чтобы всё было автоматизировано максимально, и люди кайфовали, они ломали себе голову постоянно, что, блин, происходит со всем этим марафоном. Тем более информации огромное количество, и участники клуба, имеют доступ, я не знаю, к какому количеству медитаций и всяких видосов. И очень хочется, чтобы всем этим можно было пользоваться. Поэтому мы очень много ещё вкладываем в IT. Так, когда ищешь работу в течение двух месяцев, идёшь на собеседование с позитивом и выходишь с негативом, что делать? Ну, программировать себя. Ну, программировать себя, что в любом случае для меня будет сейчас наилучшее решение. Если вы очень хотите эту работу, нужно программировать то, что вас возьмут. Если вас не взяли, говорите, окей, замечательно, значит, это не моя работа, значит, для меня приготовили что-то сильно лучше. Всё, держать эту позитивную ноту. Её очень важно держать, понимать, что что бы в моей жизни ни происходило, в любом случае для меня это наилучшее решение. Я не знаю, какое решение мне идеально подходит, но мой мозг, моя энергия точно это знает. И там, где она совпадёт, значит, это для меня. Я буду пробовать, я буду делать, я буду стараться. Где сыграет, значит, это моё. Я отдаюсь тут на откуп своей интуиции, или, не знаю, своим ангелам-хранителям. Я действую и прошу моих ангелов-хранителей в этом помочь. Всё. Так, сделайте, пожалуйста, эфир на тему, как научиться мечтать. Я не могу сделать эфир на эту тему, потому что я не знаю, что вам ответить на этот вопрос. Для меня люди, которые не умеют мечтать, это люди-загадки. Я не понимаю, как это может быть. Я не понимаю, как столько всего есть в этом мире материального, нематериального, любви, в конце концов, отношения, страсти, секса, и ни о чём не мечтать, не мечтать о самом классном мужчине, не мечтать о романтических свиданиях, не мечтать о Париже, не мечтать о том, как ты встретишь кого-то, и вы полетите на вертолёте осматривать Елисейские поля. Ну, я не знаю, честно говоря, не могу сделать эфир, потому что для меня это загадка. Так, что делать, когда срыв, когда хочется прибить оппонента? Задать себе вопрос, что со мной не так, что меня так колбасит, что меня так бесит в этом человеке? Не в чём он плохо, что со мной? Задавайте его, взрослые люди, задавайте себе эти вопросы. Что со мной не так? Что происходит? Что меня так сильно зацепило? Ищите, где этот червяк спрятан в вас. Вопрос не в вашем оппоненте, вопрос в вас, в вашей реакции. Вы выбираете эту реакцию. Ваш оппонент, он вас так бесит, а кто-то его любит, кто-то его обожает, для кого-то он самый лучший человек на Земле. Поэтому всегда история во втором. «Значит убеждение, что муж успешный, например, неверно, не думать о конкретном человеке». Не, ну почему? Вы можете его таким образом пытаться программировать, говорит, у меня очень успешный, ты молодец, у тебя всё прекрасно получается. Но тут ещё очень важна его вибрация. Если он тоже так делает, и он тоже в себя верит, то будет замечательно. А если он говорит, я неудачник, у меня ничего не получается, или вы это говорите мужику, которому ни хрена не надо, то тогда это умножение на ноль. Тут вопрос, вот понимаете, есть миллион миллиардов, а есть вторая цифра. Если вторая цифра ноль, то миллион миллиардов гаснут. Так, в рерайтер придёте, научитесь менять пайп полный. Как научиться представлять это всё перед глазами не всплывает. Но для этого у нас есть медитейшн разные. Я не знаю, вы рерайтовец или нет. Если вы рерайтовец, то я не думаю, что у вас будут такие проблемы. А если вы не рерайтовец, то станьте рерайтовцем. Так, сохраняйте картинки, а лучше печатайте. Вопрос в том, что картинки должны быть частью вас. Есть такое у нас упражнение, как проращивание в себе. То есть когда ты должен это вибрировать, чувствовать это, вот прям каждой клеточкой, каждым вот испытывать, вот оно всё тебе должно пронзать. Тут картинка скорее может работать для образа, когда вы не представляли себе это, думаете, как бы это могло выглядеть. И вы посмотрели на Пинтерсте, во, это так будет. Но эта картинка должна запечатлеться у вас здесь. Если вы её в голове не можете запечатлеть, то как бы бестолково. Да, вполне возможно, что вы не визуал, это тоже такое может быть. Тоже как бы всё имеет место быть. Вокруг меня целый армагеддон, машина у людей. Ну ладно. Так, ну я рада, что он стал садиться, и это тоже хорошо. Итак, друзья, мы с вами подходим к логическому завершению этого эфира. Спасибо за то, что он получился интересный. Безусловно, это всё благодаря вам. Я вам за это очень благодарна. И, конечно же, я буду делать и дальше эфиры на интересные темы. Я очень хочу вас просить всё-таки что-нибудь пробовать внедрять. Я, конечно же, приглашаю вас. И хочу вам напоминать о том, что рерайтер жизни создан не просто так, и мы можем говорить об этом бесконечно. Но когда мы начнём действовать, поверьте, результаты вас сильно порадуют. Следующий поток у нас стартует 1 октября. Поэтому присоединяйтесь. В конце 20-х чисел у нас будет продаваться пробная версия. Уже на следующей неделе старт, наверное, пробной версии. Или через неделю, по-моему, 27-го. Вы сможете попробовать за 5 долларов, что это такое. Но цена уже будет максимальная. Я вас поздравляю с увольнением. Поэтому самое время вам теперь понять, куда. Ушли в никуда, хорошо, что ушли, но в куда нужно понимать. Чем быстрее будете, тем лучше. В общем-то, на этой позитивной ноте мы заканчиваем. Я вас попрошу очень, когда я сейчас опубликую это видео, кому не лень, кто хороший человек, пожалуйста, напишите парочку слов в комментариях, для того, чтобы люди, которые увидят это видео, увидев комментарии, поняли, что его неплохо было бы посмотреть. Если вы считаете его полезным, если вы считаете его не полезным, то не пишите, тогда я буду знать, что эфирчиков нужно снимать поменьше. Спасибо моим любимым рерайтовцам всегда за поддержку. Я вас очень люблю, ценю за это еще больше, потому что вы очень добрые, крутые люди, которые не стесняются говорить о том, что они меняют свою жизнь и привлекают других. Все, обнимашечки, люблю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!